Здравствуйте! Я рада вас приветствовать на канале Обзорно-Незазорно. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим про влоги канала Многомама. Ну а прежде чем приступлю к своему обзору, попрошу вас подписаться на мой канал, поставить лайки, нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе новых выпусков. Ну а переходим ко влогам канала Многомама. Юля нам рассказывает о том, что они пойдут к бабушке на велосипедах. Вот так. Пойдут на велосипедах? Ну да. Как на кораблях практически. На кораблях ведь тоже ходят по морю, правда, не плавают весь. Ну а на велосипедах, видно, не ездят, не катаются, а ходят. Как на кораблях? На велосипеде, как на корабле к бабушке. И вот она все это говорит у себя, я так понимаю, на балконе, в камеру она по-прежнему не смотрит. Тем самым она игнорирует своих зрителей. Человек, который не смотрит собеседнику в глаза, не вызывает доверия. Как было, есть и будет. То есть Юля чувствует, наверное, какой-то грешок за собой, и ей стыдно смотреть людям в глаза, с одной стороны. А с другой стороны, думаю, что стыд и Юля – это два абсолютно несовместимых понятия. Некрасиво, невоспитанно так вот делать, как делает Юля. В камеру не смотреть – это вверх хамства, я считаю. И вот зря я сказала, что она говорит. Нет, она бубнит себе под нос одно и то же, что вот они пойдут на великах к бабушке, что будет у них пикник или в огороде, или на прудах, и что вот на пруды они поедут. Вот если на пикник, то они там купаться не будут, там люди купаются, но они не купаются, их семейство. Купаются они только в Волге, вот так. Королевства маловато, разгуляться негде, так и хочется сказать. Всё не подходит, всё не то, всё не так. Пруды для всех людей подходят, а для семьи Юли не подходят. Понимаете как? Размерчик не тот. Ужас какой-то, ну почему так странно как-то? Что у них всё не как у людей? Говорит, что Алина дома, останется потом, как Алине жарко. Ну, понятное дело, в такую жару вообще люди не выходят на улицу, уж тем более не идут загорать. Идут или рано утром, или после обеда, после трёх, после четырёх, где-то вот в это вот время. Но в самую жару никто не выходит из дому. Если только по крайней необходимости, к примеру, в поликлинику, в больницу, в магазин, ну вот такие вот, в аптеку, срочные какие-то неотложные дела. А так вообще, даже вот если в офисе человек сидит, он не выйдет в обеденный перерыв на улицу. Он выйдет максимум на балкон куда-нибудь. Да и то вряд ли. Будет сидеть в офисе и всё, пережидая эту жару. Но нет, семейство Юли несётся на пикник срочно, кому-то в голову что-то втемяшилось. Ой, и вот говорит Юля нам так, проместо прочим, что Алину хочет перекрасить. Алина сама хочет перекраситься. В общем, коричневые волосы хочет Алина. Не каштановые, а коричневые. Потом, правда, где-то проскользнуло каштановые у Юли. Но опять, какой же коричневый цвет выбрать? Не тёмно-коричневый, не светло-коричневый. Юля вывела новый цвет, средне-коричневый. Вот. Средне-коричневый. Ну, а Снежка её хочет зелёные косы. Но ниток зелёных нет, поэтому будут искать и изыскивать возможности и покупать зелёные нитки. Вот. Ну, в общем, как-то так. Вот она бубнила, бубнила, бубнила себе под нос. Я не знаю, кто её смотрит ради удовольствия. Вот просмотры у неё есть. Но неужели её большинство смотрит ради удовольствия? Неужели большинству людей нравится, когда не смотрит человек в камеру, ну, соответственно, в глаза не смотрит собеседнику? Неужели нравится, когда что-то бубнит, не разборчивая себе под нос, еле-еле-еле, быстро и очень тихо, и непонятно? Не знаю я, чем она привлекает своего зрителя, просто не понимаю. Ну, и в итоге пруды оказались для них слишком мелковаты. И решила Юля и Лукьяна, также и Снежана пойти к бабушке на пикник. К бабушке они идут в огород на пикник. Думаю, бедная та бабушка. Вот оно ей надо. Может быть, такую же Руана хочет полежать где-то в доме в прохладе. Я не знаю. Нет. Сейчас придёт семейство Юли. И вот они пришли в огород, им столик принесли. Представляете? Это, получается, мама или папа Юли подсуетились. Принесли столик, принесли какую-то скамейку для того, чтобы их семейство уселось. Магнитофон какой-то принесли. В общем, короче говоря, обустроили им пикник. Вот так классно ходить на пикники, согласитесь. Когда вам всё приносят под нос, это вы только пришли и наслаждаетесь. Правда, здорово? Ой, и тут же Лукьян пошёл на разведку. Подошёл он к кусту, по-моему, шиповник, простите, крыжовник это был. И говорит, вот ещё зелёные ягоды. А Юля, а я уже такие ела. А Лукьян говорит, они же ещё зелёные, ну, они вкусные абсолютно. Ну, я думаю, Юля съест всё абсолютно, лишь бы никому другому не досталось. Вот как собака на стене, и сам не гам, и другим не дам. Вот это вот девиз Юли. Пусть зелёное, пусть невкусное, но я съем, а что не съем, то понадкусываю, а то, что в меня вообще не влезет, то просто сорву и выкину. Лишь бы никому не досталось. Не мне, значит, никому. Вот такая, мне кажется, политика у Юли. Ежевика нашёл Лукьян кусты Ежевики. Говорит, а, она только в конце лета будет, я это знаю. Ну, соответственно, Юля тоже это знает. И виноград подошла Юля к винограду, говорит, вон сколько этих. Это она про кисти винограда, про громки. Винограда говорит, вон сколько этих. Я так понимаю, она себе уже наметила места огромных, чтобы, когда они поспеют, первыми туда прийти и сорвать. Ой, говорит, чёрный, это вкусный виноград. Ну, конечно, кто бы ещё знал бы, если бы не Юля, какой это виноград. Как мне кажется, только Юля и знает вкус фруктов, ягод, которые произрастают на участке у родителей. Решила она позагорать. Загорает она тоже не как все, ну, по челях они загорают. Вот, говорит, панаму надела и загораю. Как-то очень всё своеобразненько. И потом нам показывают в доме уже Лукьяна, который сидит в кресле. Ну, как-то очень нога у него неестественно подогнута. Очень неестественно. Как-то странная ступня куда-то уходит. И как-то вот согнул ногу в колени. И нога прям вровень с бедром. И куда-то ступня вообще ушла за спину. В очи низ, естественно, в позе нога. Думаю, Боже, поломал ногу. Ну, первая мысль. Смотрю, нет, спокойный. Единственное, просит Юлю принести салфетку влажную, салфетку бумажную. Говорит, тут вот щиплет, тут не щиплет. Думаю, что произошло уже с тем ребёнком? Вот что можно было сделать? А оказывается, он упал с велосипеда. На какой-то камень наскочил. Юля, говорит, не умеет в Лукьян кататься на велосипеде. Думаю, ну как так? Он же прекрасно катается. Короче говоря, упал с этого велосипеда. Ну, ничего страшного, всё нормально, слава богу. Ну, строилась я такого страдальца, прям, ну я не знаю. И Юле обязательно этот момент надо было запечатлеть. Ну, понятное дело, ей показывать абсолютно нечего. Ой, мороженое поели. Я так понимаю, что родители подсуетились, принесли мороженое. Ну, Юля говорит, вот жарко очень, наелись уже мороженым. Не знаю, будет у них пикник, не будет у них пикника. Ну, в итоге всё-таки решила, что, ну, что, зря пришли, что ли. И смотрю, у них на столе помидорки, огурчик, укропчик, хлеб, колбаса, лук зелёный, перивы. В общем, накрыли им на стол. Я не думаю, что Юля это всё с собой принесла. Колбаска, вот, по-моему, колбаску Юля принесла с собой. Одну упаковочку, уже нарезанной колбаски. А всё остальное, по-моему, это с огорода, если я не ошибаюсь. Не зря она не пошла на пруды. Ну, что, на прудах кто её накормит-то? Никто. А здесь вот мама накормит, папа накормит. Почему бы и нет? Любимая дочь пришла, любимые внуки. Ой, в общем, короче говоря, они ели-еле-еле. Где-то полторы минуты мы любовались на то, как они едят. Причём ракурс был вид снизу. Нам показывали, как ест Юля и Снежана. Любовались мы полторы минуты, как они едят. Полторы минуты мы любовались, как они поливают огород. Да. А как так получилось, что вдруг они стали поливать огород? Я вообще была, конечно, в шоке. Почему поливают? Потому как спросили сами, может быть, вам что-то помочь? Представляете? Думаю, боже, завтра пойдёт снег. Что случилось? Ну и родители говорят, да, цветы надо полить. Ну, а давай поливать цветы. Поливали они, поливали цветы. Потом мама говорит, вообще-то надо всё полить и растения тоже. Ну, хорошо, говорит. Полили ли они и растения? Я так понимаю, что теперь им родители обязаны подрок жизни. Всем урожаем с огорода, как минимум. Юля и её семейство хоть что-то сделало на огороде. Палец о палец ударило. Хоть что-то. В принципе, это вообще не свойственно, Юле, помогать кому-то. А уж тем более родителям. Юля не считает нужным помочь никогда. Проявить какую-то заботу о ком-то, кроме как о себе любимой. А тут ты посмотри, какой акт доброй воли. Но это всё равно не добрая воля, это где-то что-то есть. Какая-то подоплёка есть. Потому как просто так, Юля, никогда ничего не делает. Скорее всего, она этим самым хочет сказать, когда созреют фрукты и овощи на огороде. А помнишь, я приходила, поливала. Я и мои дети поливали. Мы имеем право первыми всё тут разведать и все фрукты и ягоды сорвать. Ну, в общем, короче говоря, я так считаю. А там посмотрим. Может быть, я не права. Может быть, Юля лучше, чем я о ней думаю. А потом мы ещё полторы минуты любовались тем, как играет Лукьян в мяч. И в админтон играет Снежана и Юля. Тоже около двух минут. В общем, короче говоря, показывать нечего. Канал тухнет. И я, честно слову, не могу понять, чем привлекает этот канал зрителей. Повторюсь, неужели его смотрят ради удовольствия? Накормила их мама естественными макаронами, подливкой, чем-то там ещё. Понятное дело. Я так думаю, что, в принципе, из-за этого они и пришли к маме. Юля прекрасно знала, что тут её будут обслуживать. Тут ей принесут, поднесут, да ещё и накормят в итоге. Но Юля, видимо, забыла о том, как она не накормила своих родителей, когда они пришли к ней в квартиру делать ей ремонт. Она им не заплатила за ремонт, понятное дело. И она также решила их не кормить. Они их пошли домой кушать. Да. А тут вот Юля пришла, раздайся море называется, и накорми её, и столик ей поставь, и скамеечку ей поставь, и время найди на неё, и так далее, и так далее, и так далее. И мороженое ей тоже вот купи, так, чтобы Юля имела, чем освежиться в жару. Ну, в общем, короче говоря, поели они там, приехали домой и привезли Алине мороженое. Конечно, оно растаяло, но тем не менее. Я, честно говоря, не думала, что Алине хоть что-то перепадёт с их варского стола, но, видите, как перепало. Хоть и растаявшее, но тем не менее. И дальше Юля говорит, всё, уже дедки пойдут в душ, я в душ. Как-то вот, говорит, уже день заканчивается у них. И тут я слышу, она говорит, обращаясь в комнату, сделай так, чтобы оно крутилось. Мне сразу вспомнилась сцена из фильма «За двумя зайцами», помните? Когда одна из претенденток на руку и сердце Галахластова говорила, «Медведя делай, медведя делай», полушубок выворачивая на изданок. Помните, как Нахимки кричала в служанке «Медведя делай», так и здесь. «Делай так, чтобы оно крутилось». Думаю, боже, что там должно уже крутиться у Юли? Чтобы крутилось оно. Думаю, что ж там такое? И потом выясняется, что это Юля говорит про вентилятор. Вентилятор среднего рода и крутилось. Вот. Юля остаётся верна себе. Неисправима. Ну, вот таким вот получился у меня обзор влога канала «Многомама». Если он вам понравился, то ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.